Маршруток в городе меньше не станет, по крайней мере до июля 2018 года точно, заверил министр транспорта Чуваши Владимир Иванов на встрече с журналистами в своем ведомстве. На каком сейчас этапе транспортная реформа в Чебоксарах и чего от нее ожидать в следующем материале. В Чебоксарах разработан документ планирования регулярных пассажирских перевозок. В полную силу он начнет работать с июля 2018 года. Следующим летом сократят число маршруток практически на одну треть. На замену должны прийти комфортабельные автобусы и троллейбусы. Но сейчас у троллейбусного управления непростые времена. Предприятию грозит банкротство. Такая сложная финансовая ситуация возникла из-за долга за электроэнергию. Цена вопроса 170 миллионов рублей. На сегодняшний день задолженность продолжает расти. Энергосбытовая компания подала иск на предприятие. Естественно, вы все понимаете, что за короткий период такие долги собрать было невозможно. Это, так сказать, они накопили в течение практически трех лет. Поэтому в свое время цена вопроса была 20 миллионов. Мы обращались, так сказать, и в республиканский бюджет. В частности, по поводу выпадающих доходов от перевозки льготников. Своими силами погасить задолженность предприятию не удается. Так называемый реанимационный комплекс мер предусматривает сокращение персонала предприятия. Соответственно, и маршрутов. Все это, по мнению специалистов, поможет выйти управлению на положительный баланс. Мы должны и безотлагательно принимать меры, которые бы позволили выйти уже сегодня троллейбусному управлению на некий уровень рентабельности. Снижение количества маршруток логически перераспределит пассажиропоток в пользу троллейбусов примерно на 20%. Но без дополнительных финансовых выливаний предприятию все равно не удержаться на плаву. Подытожил директор троллейбусного управления. Сейчас в Чебоксарах 265 пассажирских троллейбусов. 197 из них требуют замены. Проблема старения автопарка актуальна для всех городов России. Средний возраст автобусов и троллейбусов составляет около 15 лет. А по нормам такой транспорт должен эксплуатироваться только 5. Этот вопрос сейчас на слуху. Для этого как раз определяется методика определения экономически обоснованного тарифа. Для того, чтобы выпадающие доходы все-таки автотранспортные предприятия своевременно получали, а не влачили жалкое существование. И поэтому в связи с этой работой Министерства транспорта Российской Федерации, я так предполагаю, произойдет понимание на всех уровнях власти, какие суммы выпадающих доходов имеются и насколько нужно помогать нашим предприятиям.